Девушки отдыхают 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 Душанбе, Таджикистан На севере Таджикистана Несколько человек Задержаны по подозрению В подготовке терактов Худжанди и Старовшане Напомним, что в конце января Спецслужбы обнаружили Два автомобиля Начиненных взрывчаткой Террористы с помощью аммонита Пытались взорвать Здание областной прокуратуры И управление внутренних дел В машинах находились Также тротиловые шашки И детонаторы Чтобы не подвергать Угрозе людей Один автомобиль Утопили в Сырдарье Имена задержанных По подозрению В экстремизме Не разглашаются В интересах следствия Сейчас они содержатся В следственном изоляторе Комитета национальной безопасности Таджикистана К сожалению, силовые структуры Информацию двухнедельной давности Дали только теперь За это время Среди населения Распространились различные слухи Некоторые предположили Что автомобили со взрывчаткой Были припаркованы В нескольких точках города Другие говорили Что это только слухи Ажиотаж Я считаю, что правоохранительным органам Нужно было в оперативном порядке Выдать достоверную информацию Хотя бы через государственные СМИ Чтобы предотвратить Всякого рода толки И не вызывать панику Среди народа К другим темам Премьер-министр Алмазбек Атамбаев Отбыл с официальным Однодневным визитом В Казахстан В Астане он проведет Переговоры со своим коллегой Каримом Масимовым Запланирована и встреча Правительственных делегаций В расширенном составе Как сообщает в аппарате премьера Главные вопросы переговоров Сотрудничества в энергетике И сельском хозяйстве Поставки горючего в Кыргызстан И граница между двумя странами Как ожидается Сегодня же Атамбаев вернется в Бишкек Мировые цены на хлопок Бьют рекорды Более доллара за фунт Белое золото По словам экспертов Резко подорожало В следствии низкого урожая В странах Центральной Азии Это особенно заметно В Узбекистане Рассчитывать на сверхприбыль Фермерам в этой стране Не приходится Законодательство Обязует хлопководов Продавать весь урожай государству Закупочная цена На белое золото Внутри страны Гораздо ниже рыночной Сначала ввели Потом передумали Министерство образования Таджикистана Исключило из обязательной Школьной программы Уроки ислама Вместо них Школьники будут изучать Историю таджикского народа Уроки ислама В восьмых классах Были введены два года назад Тогда чиновники Обосновали это необходимостью Дополнительного изучения Школьниками канонов религии С тем, чтобы оградить Подрастающее поколение От влияния Нетрадиционных Течений ислама Многие экстремистские Группировки Пытаются навязать Молодым людям Идеи радикального толка Эксперты считают Что в современном Таджикском обществе Есть противоречия Между религией И государством На обсуждение В парламент Направлен законопроект Который запрещает Детям ходить в мечеть Как зарабатывают На паломниках В Кыргызстане Парламентарии Обсуждали вопрос Организации хаджа Заседание проходило За закрытыми дверями По просьбе Министерства Иностранных дел Моим коллегам Удалось узнать Кое-какие подробности Смотрите далее Как в Кыргызстане Делают деньги на религии Выяснит Специально созданная Депутатская комиссия Парламентарии Наводят порядок В этой сфере Начать решили С организации Паломничества в Мекку По самым скромным Подсчетам Чиновники В прошлом году Заработали на этом Более 5 миллионов долларов Серьезный вопрос Народные избранники Решили обсуждать За закрытыми дверями Внешнеполитическое ведомство Специально направило Письмо В законодательное собрание С просьбой Рассмотреть этот вопрос Без прессы Вопрос в ходе Касается Взаимоотношения Кыргызско-Саводовской Сотрудничества Что может В последующем Негативное ответственность На двусторонные отношения А также На процесс Организации Паломничества В 2011 году Тема И впрямь щепетильная Как выяснилось К махинациям С визами В прошлом году Причастен сын Руководителя аппарата Президента Эмильбека Каптагаева Он возглавлял комиссию Которая организовывала Паломничество в Мекку Некоторые ее члены Уже освобождены От должности На шесть человек Возбуждены Уголовные дела Это во-первых Вопрос авторитета Нашей страны Имиджа нашей страны Потому что Со своей страны Со своей страны Саудовская Аравия Делает Все что от нее требуется Выдает квоты На визы Единственное В нашей стране Происходит очень много Махинаций С этими визами Фамилии Представители власти Звучащие в таком Неприглядном свете Действительно Ставят под сомнение Авторитет страны Некоторые депутаты Предложили Пригласить Эмильбека Каптагаева Чтобы тот Отчитался перед депутатами За работу своего сына В состав комиссии Которая будет разбираться С нарушениями Вошли представители Всех фракций парламента Работы будет Видимо Много Это Продажа Виз По указке Некоторых чиновников А какие это Выяснит Депутатская комиссия Во-вторых Это Завышление цен Для паломников Для посещения Святых мест Ну и другие нарушения Все это Парламентская комиссия Выявит в течение месяца Возможно В этом году Учтут ошибки прошлого В первом чтении Депутаты приняли Дополнение в закон О свободе вероисповедания Полномочия По организации Хаджа Парламентарии Намерены передать Религиозным организациям Чтобы исключить Мешательство государства А значит И коррумпированных чиновников Наталья Лиулан Мунаимов Бишкек Кыргызстан Выборы мэра Бишкека Все-таки Состоялись И это Несмотря на Заявления Парламента И Центра Сбиркома О том Что они Противоречат Конституции Страны Главой города Стал Иса Умуркулов Исполняющий Обязанности Мэра С апреля Прошлого года Подробности Далее К этому Иса Умуркулов Шел Давно Доказывать Своё право Называться Мэром Столицы Он начал Ещё в апреле 2010 Когда Градоначальник Нариман Тюлеев Скрылся В неизвестном Направлении Переживший Хаос Бишкек Тогда подвергся Набегу Мародёров И самозахватчиков Умуркулов У городской Площади Удалось Отстоять Затем Взялся За дороги И облагораживание Территорий Вокруг Ожского рынка Всё это время Около 10 месяцев Он работал с приставкой Исполняющей обязанности Тем не менее Объявленные президентом Выборы мэра Стали неожиданностью Сделано это было За два дня До самого голосования И как оказалось Вопреки конституции Парламент Сразу обратился К президенту С просьбой Отменить назначенные выборы Согласно основному Закону страны Только премьер-министр Имеет право Вносить кандидатуры На пост Мэра столицы Я поддерживаю вас Во мнении о том Что это незаконные И недемократичные выборы Утром в день выборов Становится понятно Что голосование состоится Оно утверждено Депутатами Горкиниша В повестке дня Вокруг здания муниципалитета Собираются до 300 человек Это сторонники Омур Кулова Хотят убрать его Такие слухи ходят Ну пусть ему уже дадут До конца поработать А то так и будет У нас хаос И неразбериха Поэтому мы и здесь Пришли поддержать ИСУ Амур Кулова Выясняется, что претендентов На пост мэра двое Амур Кулов И его заместитель Вячеслав Красиенко В последний момент Красиенко снимает Свою кандидатуру Прошу принять Этот самый отвод И призываю всех Проголосовать За Амур Кулова И Сашин Кулыча Спасибо Среди депутатов Среди депутатов Горкинеша Много недовольных Выступить удается Не всем Потому как многие Не подали накануне Заявку на выступление При этом сессия Внеочередная Звучат мнения Что все это Цирковое шоу Для формальности Нас хотят Превратить в цирк Как бы И роль клоунов Относится к нам Тем не менее Депутаты почти Единогласно Голосуют за Из 40 парламентариев В тайном голосовании Только один Поставил галочку В графе против Умуртулов пошутил Работать буду так Чтобы и этот Единственный В следующий раз Сказал да А про незаконность Своего избрания О которой говорили В парламенте страны Отметил Ну это их неправо Они могут как считать Это их неправо Вы считаете себя Законным Я думаю Что решение Горкинеша Да Я должен выполнять Победителя встречают Овациями Поздравлениями Рукопожатиями И даже поцелуями Дальше выступление Перед народом Обещание новой жизни В новом городе ЦИК правда уже заявил Что при желании Любой сможет Оспорить результаты выборов Так как они Противоречат Конституции Иркин Алымбеков Айбек Кулчуманов Андрей Щелоков Бишкек Кыргызстан Государство для человека Под таким девизом В Туркменистане Стартовала программа По развитию малых И средних городов Ее инициатором Стал президент Гурбан Гулыберды Мухамедов Национальная программа Предусматривает Преобразование Социально-бытовых условий В селах и городах На период до 2020 года По словам Туркменского лидера Программа Открывает широкие возможности В первую очередь Для жителей сельской местности Здесь речь идет Не только об улучшении Социального и экономического Положения граждан Проект предусматривает Комплексное решение Всех проблем На основе пересмотра Законодательства Ожидается, что местные Органы власти Получат более широкий Круг полномочий Это обеспечит Устойчивое развитие Регионов Туркменистана Полны оптимизма Подавляющее число Жителей Узбекистана По данным исследований Центра общественного мнения Довольны своей жизнью На вопрос Как вы оцениваете Социальное и экономическое Положение в стране Ответили Стабильно или хорошо В вопросе приняли Участие представители Всех слоев населения Из разных регионов Узбекистана Таким образом Специалисты Центра Пришли к выводу Что значительная часть Граждан республики Поддерживает Социально-экономическую Политику президента Ислама Каримова Независимые эксперты В таком выводе Усомнились Высказывались мнения Что данные Не отражают Действительные картины Жизни узбекистанцев Это все Наиболее интересные События Из жизни стран Центральной Азии Мы продолжаем Следить за их развитием Всего доброго И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok